Дорогие друзья, приветствуем вас в детской среде. У нас сегодня очень много вопросов от родителей, которые увидели анонс нашей сегодняшней встречи. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, представлю наших спикеров сегодня. Марина Владимировна Рубанская, доктор медицинских наук, заведующая отделением. Вот дальше, Марина Владимировна, лекарственных методов лечения мы называем это детско-онкологическое отделение, химиотерапию, опухоли, торок, абдоминальная локализация. Я никогда не могла это выучить. И Кириллович Жордани, профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник не клинической онкологии, которую мы называем взрослым институтом. Кириллович онкогинеколог, хирург, онколог, онкогинеколог. Правильно? Да. Сегодня мы говорим об опухолевых патологиях половых органов у девочек. У меня первый вопрос к нашим гостям. Скажите, пожалуйста, а как часто такие проблемы встречаются у детей в возрасте до 18 лет? Ну, тут, наверное, да, я немножечко возьму, если, Кириллович, не против слова. Значит, ну, скажем так, если взять в структуре злокачественных новообразований у детей, то злокачественные новообразования именно женской репродуктивной системы или, скажем так, половой системы, да, это, в общем-то, не такое частое заболевание, ну, и составляет, вот по данным различных авторов, где-то от 1 до 4,5-5%. Если мы разберем структуру этих заболеваний, то в основном это приходится на злокачественные новообразования яичников у девочек, и это различная возрастная категория. Понятно, что превалирует возрастная категория больше, конечно, девочки в пубертате, но, тем не менее, это может встретиться в любом возрасте, чуть реже или чуть чаще, да, и в основном это где-то 80-85% это злокачественные новообразования яичников. Различные гистологические структуры, будь то и аденокарциномы, ну, чаще всего здесь, конечно, мы будем говорить в этой возрастной структуре и в контексте этих злокачественных новообразований у героногенно-клеточных опухолей. Далее, чуть реже по локализации, это опухоли шейки матки, еще более редко опухоли тела матки, но здесь нужно заметить, что по своей гистоструктуре это чаще всего рабдомиосаркомы, те опухоли, которые в принципе встречаются в детско-возрастной категории, тем не менее, на сегодняшний день мы все чаще и чаще, еще я обычно это связываю с улучшением диагностики и гистологической в том числе, да, встречаемся с саркомами матки, да, у нас вот уже есть такие пациенты, с которыми мы с Кирилловичем дружим и совместно курируем, ведем и принимаем какие-то те или иные терапевтические решения. Ну и еще более редко мы встречаемся с новообразованиями влагалища и, в общем-то, вот в структуре это выстраивается приблизительно следующим образом. Я бы хотела еще раз обратить внимание, что все-таки образование яичников на первом месте у девочек, и в основном это возрастная категория пубертатного периода. Скажите, пожалуйста, а какой пациент в вашей практике был самым маленьким с таким заболеванием? Насколько вам 4 месяца была девочка? Девочка 4 месячная. А 4 месячная девочка с саркомой? Нет, нет, нет. У нее была пограничная опухоль, насколько я помню. Граничная. А как диагностируется? Как можно впервые поставить такого рода диагноз у ребенка 4 месяцев? Это крайне сложно. Потому что обычно дети не жалуются. Матушка может не обращать внимания на клинику. Но обычно боли появляются у детей. А что касается диагностики, это элементарно сейчас ультразвук. Спокойно ставите эти диагнозы у пухолиечки. Что касается... Там есть вопрос, что по маркеру? Сразу могу сказать? Да, есть вопрос про онкомаркеры. Дело в том, что сейчас современная иммунология биохим позволяет использовать целый ряд маркеров, так называемых опухоли ассоцированных, с помощью которых мы можем поставить диагноз уже предварительно, даже не получившего гистологического исследования. Это целый ряд маркеров. При гермиогенах у опухоли, так АФП предположим, там АФХ, рентгенантерапия, при граньозаклеточных у опухоли, юно-ювенильного детского, типа это Ингибин-Б. Ну, а раки яичных, как таковое, вообще бывает крайне редко у детишек маленьких. После наступления уже взрослели, когда женщины, уже женщины становятся, то в этом случае, конечно, используют другие маркеры, там СЕ-125, Э-4 и тому подобное. То есть целый ряд есть маркеров, с помощью которых мы до операции можем поставить уже диагноз гистогеноморфологии этой опухоли. То есть правильно я понимаю, если ребенок плачет, что-то с ним не так, то нужно первым делом пойти к педиатру. И педиатр, по идее, должен заподозрить в том числе опухолевое без злокачественного образования. Ну, не то чтобы заподозрить, наверное, правильно сказать, но тем не менее, как вот мы всегда говорим на наших таких региональных совещаниях, больших совещаниях, мы всегда говорим, что дети болеют раком, во всяком случае он должен помнить, что это тоже может быть. Причина беспокойства может быть и другая. Но при этом любой педиатр должен всегда помнить, что и опухоль тоже не исключена. И помнить о том, что в скрининге, в том алгоритме диагностики, который он выстраивает в отношении этого пациента, он должен не забывать каких-то банальных, помогающих ему. Ну, предположим, большой живот, беспокойная девочка, увеличение размеров живота, и мама говорит, мне кажется, он растет. Пальпатурно тоже определяется какой-то объем. Чего проще, педиатру сразу подумать о том, нет ли там чего-то, и направить на ультразвуковое исследование. То есть педиатр, еще раз хочу повторить, не должен забывать о том, что у детей тоже может... Такого маленького ребенка его оперируют? Да, только единственное, можно сказать, рак и герминогены, стравмальные клетчатые опухоли, абсолютно разные заболевания. Рак и злокачественные эпителиальные опухоли, я повторяю, у детишек она бывает крайне редко. Вот что касается герминогена, как говорила Марина Вадимовна, герминогены, стравмальные клетчатые опухоли, бывает часто. Но это тоже злокачественные. Злокачественные, но по своему характеру, по биологии, они отличаются, злокачественные опухоли. Хотя они злокачественные тоже. И как их лечат? У маленьких детей? У маленьких есть, подтверждается диагноз, что опухоль, в первую очередь, конечно, не обследуясь по всей программе, ультразвук, компьютер, МРТ и тому подобное, и маркируясь, соответственно. А в дальнейшем, если заподозрим, что там злокачественные заболевания, любого происходения, в первую очередь, больных обычно оперируют. Как можно прооперировать настолько крошечного ребенка? Как вы это делаете? Ой, вот это очень сложно, честно говоря. Это сложно. Во-первых, постоянно нервничаешь, когда такой ребеночек лежит перед тобой. Но приходите. Я знаю, что существуют всякие мини-молазивные методики. Они в таком случае применимы? Применимы. Вопрос стопически можно такого малыша обратить? Можно вполне, при условии, что ты уверен почти, что там не зла. То есть, злокачественные опухоли. В этом случае, потому что бывает ультишки доброкачественные опухоли, кисты разные, которые, в принципе, можно лапароскопически узелить. Но если у нас подозрение на что-то злокачественный процесс, мы стараемся на первом этапе выполнять более расширенные операции, потому что лапароскопия, конечно, хороший метод диагностики, и в том числе лечения. Но предпочтение хирургии отдают все-таки открытую лапаротонию. Открытому доступу? Открытому доступу, да. А почему? Казалось бы, но такой крошечный ребенок, зачем делать ранрез большой? Если мы не уверены в том, что это заболевание, если наоборот, мы уверены, что злокачественные заболевания, на воле-неволе, приходится делать, кроме обычной операции, например, долине яичников, матки, то приходится давать еще лимфатические узлы. В принципе, это может сделать лапароскопически, но маленького ребенка это очень сложно. Просто, наверное, сложно в таком маленьком пространстве. Технически, да, да. На маленький пространство ребенка. А взрослые, дети 15-12 лет, могут вполне ограничить лапароскопию. Но это решение, я понимаю, каждый раз принимается индивидуально. Индивидуально. На основании портрета опции. Да. После обследования, потом МРТ, КТ и так далее. Марина Владимировна, химиотерапия используется для лечения таких опухолей. Ну, в принципе, надо сказать, что в детской онкологии практически все методы лечения, они, скажем так, не в монорежиме. Нельзя вылечить только хирургически или только химиотерапевтически за исключением каких-то редких видов локачественных новообразований. А в основном это комбинированное или комплексное лечение, которое включает не только хирургическое лечение, но и химиотерапию. Но здесь, если мы говорим в контексте часто встречающихся злокачественных опухолей у девочек и чаще всего, как мы уже говорили, это герминогенно-клеточная опухоль, то в этом случае протокол подразумевает не только хирургическое лечение, но и химиотерапевтическое. Очень эффективное. Да, и очень эффективное, с очень хорошей выживаемостью. Однако и есть категория детей, которых удается излечить только хирургическими методами, радикально выполненные какие-то оперативные вмешательства и, допустим, там стратифицируют пациентов в группу наблюдения, и мы не прибегаем к химиотерапии. Зачастую, вот если так взять в среднем, то практически в 85-90% случаев требуется еще и химиотерапия. Если это опухоль злокачественная, герминогенно-клеточная, позитивные маркеры, мы стадируем пациента, стратифицируем группу Ревска, и он получает, конечно же, химиотерапию. Когда вы говорите о том, что это опухоль герминогенно-клеточная, это означает, что вот эта поломка была заложена уже на этапе внутривотробного развития. Правильно? Да. То есть фактически это означает, что это неизбежное событие в жизни ребенка? Нет, не всегда. Не всегда, конечно. Да, конечно. То есть там мутация будет, но это не значит, что у ребеночка возникнет обязательная опухоль. Получается, что внимательность родителей все равно... Это его величество случаев. Я так понимаю, что мы же можем сказать родителям, каким именно образом они могут заметить, например, у взрослеющего. У четырехмесячного ребенка понятно, а если это девочка-подросток, какие могут быть еще признаки того, что что-то не так с половой системой? Менструирующие девочки часто жалуются на нарушение менструального цикла. И зачастую ни девочки, ни родители на это не обращают внимания. Ну, как говоришь, что он стопается. Да, да, да. Абсолютно справедливая фраза. Вот. Поэтому этот факт тоже не нужно игнорировать. И зачастую, вот если так взять статистически, опять же, в большинстве случаев девчонки именно замечают, и когда подробно их расспрашиваешь, они замечают, да, действительно, нарушение менструального цикла вполне себе такой симптом, на который стоит обратить внимание. Вот. Опять же, увеличение размеров живота, ну, и, знаете, скрининг никто не отменял. Мы все знаем, что у нас есть определенные декретированные сроки обследования, походы к гинекологу для девочек даже в пубертатном возрасте, и не только, да, с определенного возраста девочки обязательно должны посещать гинеколога. А вот как часто, как говорится, девочки должны посещать гинеколога? Ну, хотя бы раз год. Раз год. А с какого года? Начиная с... Как началась мастурация, с этого момента надо уже обращать внимание. А сколько, как говорят родители, устаканивается, типа, вот сколько времени нормально наблюдать, пока он устаканивается? Ну, обычно год-два. И все должно быть как часы? Да, да. Вот в течение этих годов-двух есть смысл беспокоиться о каких-то серьезных отклонениях здоровья ребенка? Ну, здесь мы тоже, наверное, знаете, произнесем любимое слово «все должно быть индивидуально». Понятно, что если у девочки устаканивается менструальный цикл, нет больше никаких причин для беспокойства, то, конечно, может быть, и как-то не стоит и действительно беспокоиться. Но если вещи, допустим, нарушение менструального цикла, причем это там обильное кровотечение какие-то могут быть, да, понятно, что это не устаканится, это месяц, другой, третий и так далее. Бывает, что вместе с этим девочка теряет вес, если девочка теряет аппетит, увеличивается размер живота, то, наверное, это за два года точно не устаканится, и, наверное, здесь следует прибечь к каким-то дополнительным, возможным методам исследования. Я думаю, что, наверное, такой самый твердый клизм это как раз увеличение живота, потому что аппетит девочка может терять и для первой влюбленности, в конце концов. Ну, что-то еще маленький нюанс есть, надо обращать внимание к родителям наследственности. Дело в том, что если ближайшие родственники, это матушка, бабушка, дедушка, болели какой-то онкологической патологией, то эти дети должны наблюдаться более тщательно, потому что явно абсолютно идет за последние, наверное, столетия, накопление идет вот этих мутаций, которые передаются поколению в поколение, и где-то они все равно должны приедутся, может, не первым поколением, а вторым, третьим точно. То есть, если наследственность, семейная наследственность отягощена, конечно, детишки должны наблюдаться особенно тщательно. А отягощена, она может быть любыми опухолевыми заболеваниями? Нет, ну, есть синдромы, конечно, но в принципе, любое злокачество заболевания в принципе может передаваться по наследству. И со стороны папы, и со стороны мамы? Абсолютно правильно. Ага. Мои воздумья. Да. Согласна? Ну, согласна, конечно, более того, что когда встречается пациент с детским онкологом, то понятно, но и с педиатром, которого что-то тревожит, да, он тоже не исключает, что возможно какое-то образование, и он тоже тщательно спрашивает анамнез. Это вот тот еще один ключик, который должен сподвигнуть педиатра направить на обследование. Потом, насколько мне известно, декретированные сроки, вот девочка начинает менструировать, она раз в год показывается гинекологу, и, насколько мне известно, раз в два года делает ультразвуковое исследование живота и малого таза, некоторые девочки делают это раз в год по определенным там причинам, да, вот, поэтому это тоже тот случай, когда тоже не нужно игнорировать этот метод исследования, и, естественно, он тоже нам зачастую помогает, например, выявить ту же самую опухоль в яичнике малых размеров. Бывает и так, что, знаете, случаи из практики, что, например, выявили какое-то образование киста яичника, за ней решили понаблюдать, и говорят, приходи там через год. Вот, понятно, что живот увеличивается, и явно, что это не какая-то киста, за которую нужно наблюдать, а нужно уже предпринимать какие-то действия и решения. Такое тоже бывает, и это сводится все опять же к тому, что индивидуальный алгоритм обследования и наблюдения девочек выстраивается в зависимости от каких-то провоцирующих факторов. Нас спрашивают, нормально ли, если у девочки между месячными есть выделение. Врачу говорили, но ничего не предлагают для отсутствия. Ну, смотря какие выделения. Какие выделения. От этого отталкивается. Есть какие-то кровенистые выделения, конечно, катастрофа явно какая-то может быть вполне. Поэтому все зависит от какого характера выделения. То есть в любом случае надо потребоваться безусловно. Знаете, вот когда я училась в институте, у нас был великолепный акушер-гинеколог, которая преподавала цикл по акушерству и гинекологии. Она говорила, запомните, раз и навсегда выделение девочек это плохой признак. Но вы должны точно предпринять действия и разделить это физиологически или это патологически. А среди патологических выделить угрожаемые, такие как кровенистые кровотечения между уже установившимися месячными. Это всегда плохо, всегда нужно искать этому причину. Есть воспалительного характера, тоже там, допустим, зеленоватые, зловонные, регулярные, понятно, обильные, мешающие девочке жить комфортно. Это понятно тоже, что не физиология. А есть то, что вполне укладывается в какие-то вещи физиологии, но тем не менее есть грозные и поэтому предпринять опять же какие-то там действия к диагностике и дальнейшему лечению в зависимости от того, какие это выделения. Нужно более подробно изучить их характер и частоту этих выделений. А вот вопрос тоже любопытный. У моей дочери родинка на половой губе и она растет. Ну, видимо, родинка. Дочь стесняется идти к врачу, а ей 16 лет. Как ее убедить? Может, не по теме, но я уже не знаю, что делать. Заставить другого варианта я не вижу. Но это действительно стоит. Стоит, безусловно, потому что неприятности такие, как меланома в уле встречается достаточно часто. Часто? А это педология... Да, бывает. И очень серьезно, вы сами понимаете, что такое меланома. Обязательно заставить ребенка отправиться. Проконсультироваться до врача. Это однозначно. А вот я, честно говоря, сейчас такой наивный вопрос. А детей до 18 лет обследуют гинекологов в детской поликлинике? Такой существует специалист? Да, конечно. То есть это не взрослый специалист? Да. Ну, вот у меня 15-летняя дочь. Я совершенно точно знаю, что раз в год они организованно выходят из школы, из лицея и идут в детскую поликлинику, либо наоборот на медосмотр организованно приходят в школу для осмотра и в среди этих докторов, которые осматривают там отонаринголог, окулист и так далее, есть детский гинеколог, который осматривает девочек, оценивает степень полового развития, спрашивает подробно анамнез про неустральный цикл и так далее. То есть, да, действительно такая категория, такая профессия есть детский гинеколог. Да, есть, да. Еще вопрос. Можно ли внутри утром увидеть попухоль и плода? Да, конечно. Можно? Да. То есть это прям вот такая суперранная диагностика? Да. А каким образом? То есть проходят приходят... Ультразвук, это у шире гинекологии занимаются, обычно ультразвуком обнаруживается. Если она обнаруживается, то после рождения... В зависимости, какой срок. Есть опухоль, подорожье яичника, то где-то до 22-24-24 дней лапароскопически ее можно удалить вполне. внутри мамы. Внутри мамы? Да. То есть матки имеется в виду. А опухоль, я прости, же бога, если я не понял. Можно ли внутри утром увидеть опухоль у плода? А, у плода? У плода? Можно, конечно. А у удалительства Увидеть сто процентов можно. Что там можно сделать? Один из таких вот у нас перспективных, так скажем, и интересных методов развития это неонатальная онкология. И мы говорим в контексте неонатальной онкологии, что часть детей уже выявлено, у части детей выявлено злокачественным образованием еще внутриутробно. Одним из таких классических примеров является нейробластома, которая в большинстве случаев может быть выявлена внутриутробно. Для этого существует опять же тот же скрининг локушер-гинеколога, когда выполняется ультразвуковое исследование, в том числе можно выявить опухоль надпочечника и затем правильно вести пациента совместно с локушер-гинекологом, но можно выявить и опухоль любой другой локализации. В зависимости от того, что мы выявляем, оцениваем динамику, принимаем какие-то решения, какую-то угрозу несет для жизни плода и так далее, в зависимости от этого выстраивается уже введение беременной женщины у плода которой выявлено злокачественное образование. Например, надпочечник берем, мы знаем, что таких женщин мы ведем максимально долго, 36-38 недель, если опухоль не растет, род разрешаем в основном путем кесарево сечения, затем диагностируем, что это за опухоль, полностью обследуем плод, уже родившийся, то есть ребенка уже получается, и дальше стратифицируем пациента, у нас некоторые неонатальные нейробластомы, просто наблюдаются детки не лечатся. То же самое происходит с опухолей яичника и опухолями других локализаций, там и телесно-лицевой образ, и тератомы, и что угодно. Поэтому, в принципе, если вопрос, можно ли выявить ответ, да, в какой локализации, любой, для этого нужно обычный скрининг, который проходит беременная женщина у акушера гинеколога. Я поняла, но... Давайте завершим по поводу беременности, я изначально понял, разговор идет о опухоле мамы беременненной. Маму тоже можно прожить? А, маму. Маму, я изначально по-моему, этот вопрос именно так оцениваю. Дело в том, что на самом деле лапароскопически выполняется операция, есть опухоли яичников, до 24-х недель можно эти операции делать. А вот маме же нужно взять наркоз, опасно ли это? Нет, сейчас современная стажилогия таких версий, что это практически не влияет ни на плод, ни на саму матушку. А вот тот факт, что мы удаляем яичник, да? Весь же яичник? Да, более того, можно удалить два яичника, потому что к моменту где-то 14-16 недель плацента синтезирует те гормоны, которые сама матушка может сама в принципе синтезировать. Так что бывают ситуации, когда на самом деле убираем оба придатка, то есть оба яичника, и развивается прекрасный ревленочек. А это делают вообще везде эти операции доступны в любых центрах? Или вот только в таких больших как в большинстве? Нет, 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 Не обязательно. В кавшире гинекологии в больших центрах кавшире гинекологии выполняют эти операции. Более того, эти операции даже выполняются при наличии недоброкачественных даже опухоли, а злокачественных опухоли. Более того, при раке яичников предположим. Более того, их проводят химиотерапию, и при этом химиотерапия, которая назначается беременной женщиной, практически на ребеночка не влияет, потому что большинство препаратов не проходит через трансплацентарную, перборию. Детишки рождаются абсолютно здорово. Женщина практически рожает детей без яичника своих. Это всплошь и режем. А следующего ребенка она уже не может быть? Ну, там уже несколько другая ситуация. Скажите, пожалуйста, какой был самый маленький пациент в вашей стране? Самая маленькая пациент. Ваши, наверное, детские институты? А самый возрастный пациент? Где-то 15-16. Или вообще в клинике? Ну, давайте вообще и в детской клинике. Ну, самая пожилая больная у меня где-то 92-летняя была. Да, да. А с кем сложнее? С малышами? С подростками? С малышами? Я, все честно говоря, не заведую детским нашим врачам, потому что как бедненькие, они работают мне просто поражают. Конечно, со взрослыми легче. Но это эмоционально или технически сложно? Технически, во-первых, нет, технически разные варианты, бывает так трудно сказать, что индивидуально достаточно, но эмоционально, конечно, когда идешь на операцию оперировать маленького ребенка, конечно, тяжело очень. А что вы чувствуете? Страх, в первую очередь. Да. Как вы же не справляете? Нет, знаешь, надо сделать, потому что большая ответственность лежит на хирург, который оперирует. Прямо ляне по-маленчику. Я так понимаю, в Мини-детской онкологии, генетологии существенный опыт лечения детей с такими патологиями. Конечно. А сколько было у вас в институте таких пациентов? Это вопрос не засыпку, не наверное. Но очень много. Очень много. Очень много, да. Но, смотрите, мы когда говорим о том, что можно выявить опухоли плода, можно оказаться в 4 месяца на операционном столе у хирурга, то это, скорее всего, идет речь о герменогенных опухолях, которые закладываются на этапе эмбригенеза. А все-таки вы вначале говорили о том, что и рак, классическое заболевание половых органов тоже у детей возможен. Вот каким образом это реализуется? Это что? Это хроническое воспаление? Потому что ведь не зря же мамы спрашивают, что можно ли носить ежедневные прокладки девочке, не опасно ли это с точки зрения подогревания всяких инфекций? Или это какие-то еще причины? Дело в том, что зависит от того, какой орган поражен. Если рак шейки мать, который вызывает у ребеночка, ну, как ребеночка, когда уже девочка достаточно половозрелая, то о профилактике пойдет в первую очередь, я понимаю, по вакцинам. Я так понимаю. Ну, я задам, какой вопрос, да? Ну, я... То есть, это всегда вирус попилома человека причины? Почти всегда. Около 40% молодых, да, молодых девочек от 12 до 22 лет, 24 лет, в 30% они уже поражены вирусом попилома человека, обычно 16-го типа, тот, который вызывает плоскоклеточный рак именно шейки матки. А откуда он вообще берется? Ну, во-первых, этому вирусу миллионы лет. Это древнейший абсолютно вирус, он давно существует на Земле, но он открыт, то есть открыт, но достаточно давно, а вот то, что его связали с таким заболеванием плоскоклеточного рака шейки матки, это сравнить ему было не надо, где 2006-2008 когда этот знаменитый нобелевский Лавриат Сонхаузен связал как раз эту патологию с этим вирусом и подтвердил, что на самом деле в большинстве случаев HPV вот из 16-го типа является 90% практически причиной этого заболевания. Но не у всех абсолютно, абсолютно не у всех женщин находящихся, то есть не то, что находясь в группе есть, которые инфицированы этим вирусом, должно развиться рак шейки матки. Абсолютно нет. Это одной большим причинам зависит от того, какой иммунитет, как часто человек болеет и тому подобное. Там целый ряд вопросов возникает. Но сам по себе вирус очень интересный, он устойчив, но вакцинации на самом деле, которые проводят сейчас во всем мире, особенно в этом пионеры оказались австралийцы, они добились того, что практически 100% они уничтожили, элиминировали рак шейки матки. За ним идут шведы, норвежцы, англичане и тому подобное. Но австралийцы были первые, у них практически рак шейки матки нет. То есть, вы советуете сделать вакцинацию? Что нужно сделать в такой ситуации? Или просто продиагностировать девочку, узнать, что он есть и наблюдать? Вы помните, скорее всего, с возрастом она найдет такой контакт, она зародится аж 16-м типом. Ну, с наиболее часто это 16-м типом. Поэтому вакцинация, безусловно, помогает. Вот грандосила, известная, которая у нас в стране используется, в основном, достаточно эффективная вакцина, которая работает против 16-го, 17-го типа. Вообще, в принципе, вирусов этих известных вот этих вот папиллонгерей более 600. Представляете, какое количество? Но наиболее активные, наиболее известные как раз вот 16-й, 18-й, 6-й, 11-й, вот эти типы. А грандосил как раз работает против них. Сама идея вакцинации при раке, вакцинации молодых молодого поколения, конечно, блестящая, абсолютно идея, блестящая, на самом деле, эффективная, точно, абсолютно. Что это касается конечно, в основном девчонок. А вот смотрите, у нас есть еще вопрос. У дочери ВПЧ ассоциированы рак шейки маски, а младшему сумею 16 лет. Он не находится в плане вакцинации так, как мальчик, но мы на него боимся. Ну, у нас не очень принято вакцинацию мальчишек, но в Европе уже давно этим. Давно, да. Давно, да. Но родители не зря боятся, нужно это вакцинировать. Ну, пусть не в календаре, но можно уже самостоятельно... Вы понимаете, что мальчишки даже инфицированные крайне редко заболевают. То есть, это касается половых органов и ротоглотки, вот, заболевания. А, ну, это все связано как раз с какой-то 16-й тип. Но у нас в календаре, к сожалению, пока не используется. Хотя, я, честно говоря, головной дыши думаю, что пожилые не стоит. Девчонок согласен, а мальчишек нет. Ну, то есть, не нервничайте, просто быть внимательным. Да, быть внимательным. Вопросы связаны у нас с вынашиванием ребенка после операции на матку. Ваши пациенты спрашивают, родители, после операции на матке, если она не была удалена полностью, вынашивали детей вообще? Можно ли не всю матку удалять, а только часть, где опухоль, чтобы потом можно было родить ребенка? Ну, во-первых, какая опухоль? Жду операцию, сегодня сказали, что можно передачу с вами посмотреть. Ну, смотря какая опухоль. Если это миома, то гинекологи блестят, справляются с этими операциями. Это злокачественная опухоль. Здесь вопрос, надо только индивидуально решать. Надо просто проконсультироваться, с нами, пусть приедет в наш сентр, мы ее проконсультируем, ради бога. Вот так, не предлагаете сейчас, вот как лучше поступить, отложить все-таки операцию? Я не могу сказать ничего, потому что я не знаю, что характер опухоль, что за лукой такая. Если это миома, 23 года, тоже рановато, в принципе. Может быть, я не даю его какая-нибудь саркома. Я бы, честно говоря, проконсультировался бы у нас. Ну, вот у нас был вопрос под анонсом о том, как можно попасть лично к Кириллу Иосичу. Ну, лично не обязательно. У нас и профессионалов очень много в отделении гинекологии работает. В направлении взять ломкоцентр. Либо вы можете попросить вашего лечащего онколога отправить нам запрос на телемедицинскую консультанцию. Да, телемедицинскую консультанцию. Мы этот запрос получим, обработаем в течение трех-пяти рабочих дней. Ну, как-то трех. На самом деле, быстро достаточно отрабатывается. Глава говоря, перевозочек проконсультирует вашего лечащего врача и примут совместное решение о лучшем лечении. Ну, или можно просто взять направление на 50 сенту и приехать в ломкоцентр. Запишалась предварительно к профильному специалисту онкологу по номеру 444-24-24-24. А вообще бывает так, что у девочки есть рак матки, тела матки? Вы говорили, мне кажется, вначале, что было рак тела матки. Я честно скажу, что в нашей практике мы не видели рака тела. Вы знаете, я расскажу про рак тела матки. Достаточно интересная ситуация. Это заболевание очень резко сейчас молодеет. Вот если раньше заболевали этой патологией дамы где-то за 60 лет, около 70 лет, то сейчас каждая десятая женщина, которая поступает во взрослую клинику, соответственно, это взрослая. Взрослая, да, которая поступает в клинике, а не до 30 лет. Катастрофический рост именно этого заболевания, который даже обогнал рак шейки матки, хотя недавно совсем шейка матка лидировала по количеству заболевших женщин. А сейчас вперед выходит как рак эндометрии. Что касается рака эндометрии у детей, это казуистика. Это казуистика. А у взрослых, как недавно, отнесительная, по-моему, даже вчера вечером, вчера я читал статью достаточно интересную, посвященную как раз раку. В общем, раку связаны органы, которые чувствительны гормоны. Гормон зависимый. Пластик. Фенол. Вот то, что мы сейчас эти пластики бьем в соки, водичку и тому подобное. Этого пластика это фенолы. Но самое интересное поразительное то, что, ну, они химические, естественно, фенолы. А вот наши гормоны, женские половые, они тоже фенолы. И парадоксис, катастрофа заключается в том, если фенолы, они замещают, попадая, естественно, в воду, попадая потом в организм женщины, они замещают рецепторную стацию женщины именно химическими, более активными, незлыми фенолами, ниже наши родные гормоны. Катастрофа. Это получается такая химическая гормональная стимуляция. Это катастрофа. Получается катастрофа. Из пластиковых бутылок больше не дем. Ну, как можно было детей уж точно, я думаю, что прекратить им принимать жидкости всякие из пластика. Что я не знаю. Марина Владимировна, к вам очевидный вопрос. Проходим химиотерапию по поводу саркома. После четвертого курса планировали оперировать, но теперь сказали, что будет лучевая терапия. Можно ли лично у вас получить консультацию из другого центра многотолупии? Ну, терапия по поводу саркома и чужой. Такая саркома. Саркома не понимаем, да, по поводу паку. Если мы говорим по поводу саркома, например, матки, это одно, да, или не совсем принадлежность, я знаю. Возьмем, если предположим, да, вопрос по поводу матки. По поводу саркома и матки, а теперь сказали, что лучевая терапия. Но мы же понимаем, что инициально мы принимаем решение о методе локального контроля в зависимости от того, операбельно ли это или нет. Это может быть операбельно, радикально, а может быть неоперабельно, а может быть неоперабельно, вернее, операбельно, но с какими-то инвалидизирующими последствиями. То есть нужно убрать не только матку, а там, предположим, мышцы тазового дна и так далее. В этом случае тогда мы говорим о том, что девочка, у которой мы все это убираем, она глубокий инвалид. Поэтому в этом случае мы проговариваем с родителями несколько раз все за и против и вместе с родителями выбираем метод локального контроля. Будь то хирургическое лечение, если нет, то, значит, лучевая терапия. Возможно, гипотетически, смею предположить, что вопрос состоит именно в этом. Но еще раз повторюсь, что, наверное, чтобы очень грамотно на него ответить, нужно знать саркома чего. Я думаю, что здесь еще можно сказать человеку, задавшему вопрос, можно ли лично у вас получить консультацию. Можно. Возможно, да, в детском институте тоже есть телемедицинская связь с регионами. Этот вопрос можно отправить, вы получите полноценную телемедицинскую консультацию при участии профильных специалистов в детской онкологии и в институте. У ребенка порог развития матки. Ей 4 года. Лечимся по поводу опухоли желточного мешка в яичнике. Но предлагают и матку убрать, потому что она неправильная, и ребенка дочка не выносит. Соглашаться или нет? Во-первых, опять-таки, что значит неправильная матка? Вот не знаю. У вас такая? Ну, наверное, до урока я не знаю, что они имеют. До урока вымоешь матку. Не знаю. Трудно сказать, опять-таки, какая ситуация. Это все индивидуальный подход. А вообще, в принципе, в желточном мешке Марина Владимировна не даст соврать. Она и химиотерапия лечится химиотерапией неплохо совсем. Удалять матку. Только из-за того, что она неправильная какая-то. Да, что значит, неправильная. Сейчас, тем более, гинекологи чудеса делают. Не виртуозы. Какими, например? Выкраивают вообще из матки. То есть, из разных, так называемых, неправильной матки выкраивают абсолютно нормально. Но это гинекологи. Мы этим, правда, не занимаемся. Ну, то есть, прежде чем совсем все радикально удалять, лучше все-таки получить второе мнение? Конечно, естественно. Хотя бы вывеску. Хотя бы данные МРТ, КТ, там, ультразвук. Хоть что-то мы должны иметь. А желточный мешок, опять же повторюсь, наши друзья, химиотерапевты, коллеги, лечат очень хорошо. Более того, после этого женщины рожают. Причем практически все. Такое лечение опухолей онкогинекологических у девочек такого небольшого возраста, я так понимаю, что от 4 месяцев мы с плотой до 15-16 лет, наверное. До 18. До 18. И дальше мы их даже некоторых передаем во взрослую клинику. А вот какие существуют возможности сохранить репродуктивность? Всегда ли лечение опухолей такого рода локализацией? Нам нужны конкретные данные. Конечно, как мы можем так вот по телевизору сказать? По телевизору. Наверное, общо, если так вот можно выразиться, то, как Кириллыч очень часто произносит эту фразу, все нужно решать индивидуально, то, наверное, если обсчет, то в каждом конкретном случае мы принимаем решение в отношении этой девочки, но тем не менее, цель такая, всегда такой пунктик в голове держим, что по возможности, если можно, сохранить, если можно взять яйцеклетку, если можно оставить хоть кусочек репродуктивного органа и так далее, и тому подобное. То есть этот пунктик, когда мы принимаем какое-то коллегиальное решение, он у нас всегда доминирует, и всегда мы думаем о том, как сделать лучше, чтобы наверняка это была полноценная женщина в будущем. И еще у нас вопрос, опасно ли поликистозное изменение в яичниках? Месячные крайне редкие, задержки бывают от двух до восьми месяцев. В группе риска по возникновению рака яичных. В группе риска по возникновению рака яичных. Да, да, да. Это гинеколог эндокринологу должен заниматься этой пациентой. Это знаете, если как на детскую публику перепроецировать, например, есть ребенок из группы риска, там, угрожаемый по развитию эмбриональной опухоли, имеет какой-то генетический синдром. Мы знаем, что так или иначе он угрожаем по развитию, там, скажем, гептобластомы, нефробластомы, нейробластомы или любой другой эмбриональной опухоли. У него есть более частые декретированные сроки обследования по ходу, там, например, для какой-то метода визуализации, в частности, на ультразвуковое исследование. То же самое и девочки здесь. Или женщины, имеющие поликистоз яичника, они угрожаемы по развитию того или иного злокачественного образования, в частности, по раку яичника, и они имеют более частые декретированные сроки обследования. То есть, если здоровая женщина ходит, условно здоровая, ходит к гинекологу раз в год, то эта женщина, предположим, я не знаю, Кирилл, еще поправьте, раз в три месяца или раз в полгода. То есть, у нее есть более частый такой скрининг. Если ультразвуковое исследование женщины там показано нормальной, здоровой, раз в год или, допустим, раз в два года, то у этой женщины будут показаны более частые исследования. Мартеры, опять же, о которых мы говорили, возможно, здесь следует об этом тоже помнить. Это будет просто угрожаемая с более тщательным скринингом, тщательным наблюдением. Ну, вот еще вопрос с университетами, наверное, Кирилла Васильевича, опасно ли новообразование цервикального канала? Какое образование? Новообразование цервикального канала. Ну, что-то есть в цервикальном канале? Ну, такие неконкретные вопросы, очень трудно. Вообще, образование, что, полипы, в принципе, трудно сказать. а если полип, это опасно? Ну, полипы, конечно, безусловно, это однозначно. Если тем более, не дай бог, она поражена вирусом 18-го типа, который провоцирует как раз рост заболевания, названного ракцией ракального канала, то тем более надо удалять. То любое новообразование потенциально лакочное. а если, плюс, она еще инфицирована, H-PV вот этого 18-го типа. Можете ли вы рассказать о ГИСО и Триаде Корнея? Мы можем, конечно, рассказать, но мне кажется, это не гинекологическое ни разу. И ГИСО у детей и взрослых, наверное, чаще всего встречается гастроэнтестинальная термальная опухоль, характерная для желудка и кишечника. И я думаю, что, наверное, отдельный эфир это было бы интересно. Мы, конечно, рассказать можем, но, наверное, немножко в контексте другой темы. на опухолях половой системы у девочек. И все-таки вернемся к вопросу, который сегодня вызвал максимальный интерес у нашей аудитории. Насколько опасны воспалительные процессы в половых органах у детей с точки зрения онкологического риска? И вот вернемся к теме все-таки ежедневных прокладов. По поводу воспаления можно, я скажу? Конечно, значит, дело в том, что любое излокачественное заболевание и раки, и герминогены или все эти заболевания связаны с воспалением. Обязательно. Либо хроническое воспаление, раз, или во второй вариант, сама по себе в опухоли настолько коварная хитра, что сама создаёт такое микроокружение воспалительное, чтобы обезопасить себя от иммунитета хозяина, то есть матери в данном случае. Но хроническое воспаление однозначно является провокаторами заболеваний, там и рак и шейки матки, и тело матки, но это я и взрослые имею в виду. А у тетишек, я думаю, в приставе наверное то же самое. Конечно. Что касается прокладок, вот что касается мальчишек, я могу сказать, что вот всякие подгузники, это точно абсолютно отрицательно влияет на сперматогенез, то есть не зря вынесен этот орган за пределы организма, за пределы нашего тела, температуры и режим поддерживается определенной не такой, как у женщины, яички находятся в брюшной полости в аллую тазу, соответственно, температура соответствует там 36-6-5, предположим. А вот что касается с мальчишек, вот эти подгузники, не подгузники, ну правильно, подгузники, подгузники, да, они провоцируют как раз в дальнейшем то, что у детей еще бывает слабые функции, и половая, и дело в том, что неподвижность становится сперматозоидом, теряют они свою подвижность, это уже доказано. А это памперсы. Все правильно, подгузники или памперсы абсолютно справедливы. Но насколько мне представляется, вопрос идет именно о ежедневных прокладках, и, наверное, наполнитель памперс и ежедневная прокладка это немножко разное. Я бы, наверное, Николай Ильич, поправьте, если не права, наверное, прокомментировала так, что на любом предмете, который мы берем, написано способ применения, использования и так далее. И вот, наверное, если написано, что вот это нужно положить только сюда и не класть сюда, то будет вот это, то же самое в моем представлении касается и ежедневных прокладок. С точки зрения гигиены это просто легко, удобно и хорошо для девочки. Но если девочка ходит с одной прокладкой целый день, то правильно ли это? Ответ нет. Провоцирует ли это какую-то инфекцию? Ответ да. Провоцирует ли это какие-то там микроокружения, микроорганизмы, бактерии, размножения? Конечно же, да. И это неизбежно ведет к воспалению и так далее. Вся цепочка запустилась. Но если девочка использует ежедневные прокладки и меняет их, как положено, каждые 2-3 часа, то, наверное, это даже и с целью гигиены и небезопасно в моем представлении. но я, наверное, не могу охарактеризовать здесь взрослую когорту по поводу что вы скажете взрослых пациентов и ежедневных прокладок. Как вы к этому относитесь? Я скажу. Дело в том, что особенности анатомии женщин в отличие от мужчин несколько другая. Вы обратите внимание, прямой ход влагалище инфекции предположим, влагалище попадает в шейку матки, в шейке матки в трубу, в тело матки, потом в трубу, в осваление предаток сразу. Учитывая, что со свалительными предатками матки сейчас эта патология страдает, но практически каждая пятая, а может даже более часто женщины, то я абсолютно поприсняю к словам Марина Владимировна на самом деле, что с гигиенической точкой зрения надо менять их чаще, как можно чаще. Потому что воспалительный процесс провокатор, я повторяю. Во-первых, в первую очередь провокатор бездетности, раз, потому что воспаление предатков, хронический аднексид и хроническое воспаление, они дают в дальнейшем жизни полноценно рожать, беременеть и рожать. Ну а что касается нашего болота онкологического, вы сами понимаете, тоже является как бы тоже провокатором. Ну да, может быть, не первая причина? Не первая, да, но одна из них очень точная. Ну вот еще нас в детстве все время предостерегали от того, чтобы мы не переходили на легкую одежду, пока еще холодно. тоже говорили, что можно застудиться. Я так понимаю, что такого рода воспалительные процессы тоже опасны. Ну, наверное, да. Сидеть на камнях точно холодных. Это уже известно всем. Это правда, на самом деле. Я полностью согласна. И даже не знаю, как еще более широко это сказать. Более того, это же может быть провоцировать не только хронические какие-то воспалительные процессы, репродуктивные системы. Например, всем известны те самые циститы. А цистит это рядом и все здесь в малом тазу. Это тот же самый фактор хронического воспаления. в общем-то, наверное, кто хоть раз в жизни пережил цистит, знает, что это не только дискомфорт, но еще и угроза дальнейшего распространения инфекции на женские репродуктивные органы. Ну а дальше мы уже с вами проговорили все, что дальше. По поводу циррикального канала о том, что он написал и что речь это кисте. Киста? Нет. Речи циррикального канала. Но в любом случае она должна быть исследована цитологически или гистологически. Это в любом случае. То есть мазочек, хотя бы самый элементарный мазочек взять циррикального канала и посмотреть. Если что-то не нравится, то вы скоблить обязательно циррикальный. А сколько ребенку лет не написано? Просто речь о кисте. Ну и это если это так называемый оленободье, хотя циррикальный она бывает достаточно редко, но обычно начинается все с цитологии. Обычно. Если там все нормально, в принципе, можно подблюдать, но если там какие-то элементы есть, что-то атипи, в этом случае конечно лучше близко быть. Но неизвестно сколько ребенку лет я в чем делаю. А вот конкретно про цитологию можно назвать декретированные сроки, когда ее нужно выполнять, чтобы не дай бог что-то не упустить. Ну обычно женщина, половозрелая женщина выполняет раз в год. Раз в год нужно обязательно? Да, да. Имеется в виду и наружные часть шейхи матки, влагалищный вариант и конечно циррикальный канал. Мы все на медосмотры ходим, знаем, что мы если идем к гинекологу раз в год, гинеколог точно выполнит это исследование. Да, да. Это все обязательно. Я беременна на 16 недель лежу в детском институте Блухина. Как мне встать на учет и кто мне может выдастся? Как вы у нас? Ну, наверное, здесь таким образом будем рассуждать. Если это беременная женщина в 16 недель, то что она делает в институте детской онкологии? Наверняка по уходу за ребенком, конечно, я бы по-человечески, наверное, и с медицинской точки зрения посоветовала по уходу за ребенком госпитализировать другое ухаживающее лицо, папу, бабушку и так далее и тому подобное. Потому что мы понимаем, что, в общем-то, наверное, беременная женщина должна находиться в комфорте. Ну, всякие жизненные ситуации бывают. Дальше мы расследуем, где женщина проживает. Москва, Московская область или регион. Если это Москва и Московская область, то мы все прекрасно знаем, что дети у нас не находятся здесь круглогодично на пожизненном заключении год, два, три, четыре, а выполняют какой-то этап, достигают цели госпитализации и пациент выписывается из стационара и едет с ребенком домой. То есть он так или иначе попадет куда? В Москву или в Московскую область и там он может спокойно наблюдаться у кушера-гинеколога как положено. Если же женщина из региона, то, наверное, тем более я бы посоветовала поменять ухаживание. Но наблюдаться в любом случае она должна у кушера-гинеколога. Есть еще вариант. Если это регион, здесь лечим ребенка и эти услуги, которые оказываются ребенку, могут оказываться только в условиях федерального или национального центра, то женщина прикрепляется в Москве или в Московской области к поликлинике, как делаются у нас и детки, также делают, и получает услугу кушера-гинеколога в Москве или в Московской области. Но еще раз повторяю, что я себе сложно представляю, что женщина здесь воспитализирована надолго. Более того, это же не центр акушерской гинекологии. У нас здесь нет такого профессионала или такой специальности, который должен вести это уберение. Поэтому, наверное, все возможные пути я рассказала возможные. гинекологии, у кого уже есть выключение, есть ли смысл в прививке? Да, однозначно. А до какого возраста ее есть смысл? До какого возраста? Ну, пока занимается, скажем так, любовью со своим супругом. Ну, то есть, и после 40 тоже можно? Ну, дело в том, что вообще вакцинация, которая применяется у молодых женщин, в принципе, достаточно стойкая. Сейчас пока, правда, 10 лет всего прошло. Ну, может, 15 лет, наверное, как началась эта вакцинация. Результата, как таковых, еще нет. Но, скорее всего, скорее всего, это стойские вакцины достаточны. Они работают до 100-200 практически всю жизнь. Скорее всего. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас осталось 3 минуты до окончания эфира. Если у вас есть еще какой-то вопрос к нашим экспертам сегодня, успейте его задать, пожалуйста. Я пока попрошу традиционно наших гостей пожелать нашим слушателям, зрителям детской среды что-нибудь хорошее. На самом деле, знаете, сегодня поймала себя на мысли, что мы подняли очень интересную, такую достаточно интимную тему, на которую зачастую мы боимся говорить. Девочки боятся мамам, мамы боятся разговаривать со своими дочерьми. Мне кажется, мне кажется, что нужно, во-первых, не бояться и даже в контексте того вопроса, что там ребенка не могу заставить пойти к врачу, совершенно точно врач всегда в такой дружелюбной обстановке, во всяком случае это точно у нас, расскажет, что нужно делать и обыграет ситуацию таким образом, что никому не будет дискомфортно. Поэтому тема очень щепетельная, тема очень интересная, тема очень такая животрепещущая и тема, которая делает женщину женщиной и в будущем дает ей шанс, если вдруг случилось такое несчастье, дает ей быть дальше мамой и так далее, полноценной женщиной, скажем так. Поэтому призываю всех не бояться задавать вопросы, но мне кажется, что мы сегодня даже не обошлись одним эфиром, точно нам потребуется второй. Будьте готовы, пожалуйста. я можно пожелаю тоже женщинам, учитывая то, что большинство сейчас молодых наших дам, к сожалению, рожают детей не в положенном сроке, в 35-40 лет. Дело в том, что вот эта категория женщин, к сожалению, находится в группе риска по возникновению различных онкологических болезней, которые, в принципе, могут передаваться потомству. Поэтому рожайте женщины вовремя, как положено. Как положено, Кириллович? 20 лет, ну, в зависимости от этноса. Хорошо. Когда самый поздний, крайний срок, когда можно рожать? Самый поздний? Самый поздний? Ну, я считаю, лет 25-26. 26. Ну, все, строго. Строго, строго. Потому что я, в основном, свой опыт, просто я себя консультирую, еще дам в другой клинике, и вот большинство женщин, которые приходят по поводу патологии различных, в том числе, онкологических, это женщины, которые не рожали вовремя. Ну что ж, дорогие друзья, природа нам дала шанс. Шанс, да. Спасибо огромное, что были с нами. Судя по тому обилию вопросов, которые у нас сегодня были и в момент эфира, и до его начала, тема действительно живопрепещущая. Мы будем и дальше идти в глубь тайн человеческой физиологии. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.